Задавались ли вы вопросом касательно того, существуют ли курящие змеи? А зря, ведь в былые времена старые солдаты бразильской армии ответили бы утвердительно. Ведь именно так прозвали солдат бразильского экспедиционного корпуса, на долю которых выпала нелёгкая задача сражаться против гитлеровских заправил в Италии, в далёких горах Аппенинах. Бразилия была единственной страной Латинской Америки, которая не только объявила для проформы войну гитлеровской Германии, ещё 22 августа 1942 года, но и отправила в Европу контингент своих вооружённых сил. Солдаты и офицеры этой далёкой тропической страны, прежде не имевшие опыта, столь масштабных войн с честью вынесли выпавшие на их долю испытания. Но сегодня Бразилия пойдёт по пути Педро де Алькантара. Это достаточно интересная историческая личность, сын испанских аристократов, в частности той самой графини Бафор. И ждут его такие приключения, о которых графине Рудельштадт даже не снились. Он был представлен королю Испании Фернандо при поддержке герцога Фриаса Иуседа. После смерти Фернандо он поддержал дело королевы Изабеллы II и был назначен полковником 2-го пехотного полка городского ополчения Мадрида. На эту должность он, однако, не согласился, но предложил себя в качестве простого солдата. Потом были взлёты и падения, королева назначает его подполковником полка кавалерийского ополчения, он служит героем королевства в законодательных органах, и утвердив его дворянское испытание в 40-м году, он вступил в орден Калатравы. Как рыцарь награждается Большим Крестом Карлоса III и дворянином палаты. Символично, не правда ли? Знаете, мне кажется, что у каждого человека есть своё отражение, подобно тому, которое мы видим в зеркале. То же самое и с Федро де Алькантара. На самом деле, я сейчас говорил об одном из испанских аристократов, который жил ровно за сотню лет до нашего героя. Но я думаю, что в моей истории мы ещё не раз вспомним об испанцах. Всё-таки это очень весомая часть нашей с вами истории. Но пока что давайте попробуем разбутать планы бразильского двора. Многие из вас знают, что в 1889 году в результате военного переворота последний бразильский император Педро II был свергнут с престола и вместе с семьёй был вынужден отправиться в эмиграцию. В 90-м году бразильская императорская семья поселилась в Версале. И тут на арену выходит принц Педро де Алькантара, который, достигнув совершеннолетия, отправляется в Вену, столицу Австро-Венгрии, где поступает в военную школу Веньерной штатте. Его младшие братья, принц Луиш и принц Антонио, позднее также последуют примеру брата и поступят в военную школу. В 908-м Педро решил жениться на чешской графине Елизаветы Добрженской. К тому времени принц Педро и Елизавету были знакомы целых 8 лет. И хотя конституция Бразильской империи не требует от члена императорской семьи жениться на равной себе по статусу и знатности, его мать, принцесса Изабелла Бразильская, настаивает, чтобы старший сын и наследник Педро женился так называемым марганатическим браком. Но при одном условии, он должен отказаться от своих прав на бразильский императорский престол. Что, собственно, и происходит, ведь уже в 908-м году в Каннах принц Педро Орлеан Браганце подписывает официальный документ, в котором отказывается от своих прав на императорский престол в пользу своего младшего брата. Ладненько, у нас с вами здесь серьезная тактическая стратегия, а не Sims для мужиков, поэтому продолжим. Пришла пора, наконец-то, разобраться с Кангасом. Это не просто местные бандиты, это хорошо организованные группы. И поможет нам в этом Орлинда Вейга Дос Сантос. Он никогда особо не претендовал на бразильский императорский престол. Был простым бразильским интеллектуалом, поэтом, прозаиком и политиком. Основал так называемое бразильское патриановское имперское действие, партию новую. Собственно, отсюда и пошло слово патриановизм. Это своеобразная монархическая организация, которая присутствовала во многих штатах Бразилии и выражала националистические идеалы лихих 20-30-х годов. Собственно, пока что в Бразилии все хорошо. С Кангасу мы понемногу будем разбираться. И времени для этого у нас с вами более чем достаточно. Самое время подорвать власть старой гвардии, мне раздать королевские титулы. Несмотря на слабое сопротивление членов национального конгресса, наш новый совет министров успешно получил власть в стране. Теперь он возьмет на вооружение законы национальной безопасности, которые когда-то протолкнул Варгас и установит абсолютный контроль над политическими процессами. С этого момента Педро де Алькантаро будет править этой страной. Пришла пора восстановить ту самую великую бразильскую империю. Ищешь место, где можно выгодно купить подписку на Xbox Game Pass и другие сервисы? Специально для тебя есть ребята из Xbox Store. Это магазин с демократичными ценами и отзывчивой администрацией. Именно здесь ты можешь приобрести подписки и игры на все актуальные консоли. А для ПК Бояр есть очень интересное предложение по покупке игр в Steam, пополнение кошелька, а также изменение региона, что в существующих реалиях очень даже актуально. Подписывайтесь на ребят во Вконтакте, следите за новостями и делайте выгодные покупки. Ссылочки, как обычно, в описании. И да, кто-то бы сказал, что великое начинается с малого, однако это не так. Мы постараемся замахнуться одной рукой, наударить и шпацелы Португалией. Разумеется, сначала нам нужно решить уругвайский вопрос. На данный момент у нас всего 10 дивизий, но этого должно быть достаточно для того, чтобы одержать верх маленькой победоносной войне. Эта победа разожжет огонь национальной гордости за наше отечество. И, быть может, станет первой ступенью получения Бразилии статуса великой державы. Откровенно говоря, уругвайцы держались неплохо. Однако 5 дивизий в окружении рано или поздно приведут к поражению. Так оборона маленького, но гордого государства была сломлена. Мы одержали победу со сладким привкусом кофе с молоком. Максималистская Португалия соглашается подчиниться нашим требованиям и становится марионеткой. Так тот, кто был всем, вдруг становится никем. Кажется, теперь я понимаю, где можно применить шахматный термин рокировка. Под контроль Бразилии переходят все колонии Португалием. И это действительно замечательная новость. Пришла пора воспользоваться старыми претензиями в пограничных конфликтах при битве за Акре. И, наконец-то, одержать победу над Боливией. Наконец-то, некогда запятанная бразильская честь будет восстановлена. Итак, группа армии вторжения начинает работу в практически непроходимых джунглях. И встречает относительно слабое сопротивление противника. Боливийцы приходят в чувство, когда наши дивизии стоят уже под лапасом. Без какого-либо серьезного сопротивления мы забираем город и продолжаем усиливать натиск. Что ж, кажется, это еще одна легкая победа. Итак, пока что Бразилия не встречала какого-то серьезного сопротивления. К тому же, главный наш противник Аргентина погружается в хаос гражданской войны. И, собственно, почему бы нам, как великой державе, не обеспечить безопасность собственных границ? Тем временем в мире уже совсем неспокойно 57% мировой напряженности, да еще и в Турции начинается гражданская война. Знамена Италии окрашиваются в красной, а Германия пошла по достаточно интересному пути развития. Чухословакия и Дания уже находятся под ее контролем, да и в Африке ей удалось расширить территории. Мы опасаемся присоединения к оси Испании, поэтому решаем нанести превентивный удар. Совсем недавно Франко одержал победу в гражданской войне. Его армии слабы и совместно с Португалией мы бы могли одержать победу. В линии фронта есть зияющие дыры в обороне. Разумеется, мы воспользуемся ими и лишим противника паритет на ранних этапах войны. Делать это, конечно, будет явно непросто, ведь у противника есть бафы на оборону, но мало-помалу мы перемалываем их силы. Будем пытаться бить по ЖД путям и пунктам снабжения. Довольно быстро наше подразделение пробивается к Севильям, а в центре образовалась пробоина. И кажется, мы уже сейчас можем начинать наш победоносный марш на Мадрид. Эх, не зря, ой как не зря мы проводили параллели между двумя кардинально разными историческими личностями. Ведь совсем скоро бразильский Педро де Алькантаро получит контроль над испанской короной. Ни у кого не остается сомнений касательно того, что испанский фронт явно посыпался. Самое время забрать Мадрид и перейти к завершающей фазе этой войны. Война с Испанией показала нам, что ведущие европейские державы достаточно неплохо обороняются. Вторые тактики более недееспособны, а значит нужно перевооружаться. Со временем Бразилия сделает акцент на хорошо вооруженную и оснащенную танковую армию. И мы можем реализовать этот потенциал, ведь после покорения Испании у Бразилии будет довольно много военных заводов. Что жиберийский полуостров полностью под нашим контролем и самое время подписывать мирный договор. Удивительно, но подписывая мирный договор обнаруживаем, что большая часть территории Испании национальная. Если честно, ума не приложу, бак ли это или веление господа нашего. Но теперь у нас довольно неплохие людские резервы. С декабря 1939 года начинается какая-то просто лютая база, ведь Венгрия воюет с Румынией. Мексика разбивает все Соединенные Штаты Америки. А войска Третьего Рейха уже практически заняли Лондон. Да, Британия, я верю, что с одним из обновлений ты научишься держать дивизии хотя бы в столице. Самое время провоцировать новый кризис. Если мы посмотрим на Великобританию, то, по-моему, она как раз таки осталась в этих самых островах. Самое время преподать старине Эдварду пару уроков. Довольно быстро мы расправляемся с материковой Британией. Начинаем войну с Парагваем и, пожалуй, совсем скоро дело дойдет до Аргентины. Да, пока что у нас не так много дивизий для того, чтобы вести войну на несколько фронтов, но уже сейчас у нас довольно неплохое командование, которое совсем скоро сравнится с европейскими генералами. Удивительно, но Парагвай наштамповал просто круто астрономическое количество дивизий. Благо, что нам остается только выбить его из столицы. Ну и знаете, это просто замечательно, что мы еще и из Британии можем позабирать довольно много интересных островов. Те же самые Бермуды нам когда-нибудь пригодятся. Мамма миа, что происходит в мире? Мексика стала частью Германии и под руководством фюрера теснит американцев. Самое время немного так навести суеты у Франсуа. В ближайшее время мы сможем реализовать довольно большое количество котлов и расправиться с большей частью боеспособной французской армии. Скажем так, выбрасывать белый флаг во времена Второй мировой войны у французов стало делом привычным. Хм, если так подумать, то в этой войне мы взяли на себя роль Дуча. У нас-то Италия красная, следовательно Кассиана никоим образом не присоединяются. Ну и самое время подписать мирный договор. Как видим, в числе победителей США, Третий Рейх и Бразильская империя. Нашей первостепенной целью становится получение контроля над регионами в Латинской Америке. Но, как вы понимаете, и от нефтяных месторождений в Мексике мы бы с вами тоже не отказались. А вообще, надо сказать, идет прям какая-то жесточайшая бойня практически за каждую провинцию. К сожалению, не вся Мексика оказывается у нас под контролем, но и того, что нам с вами предоставили, более чем достаточно. В случае, если мы захотим продолжить экспансию и объединить два континента, у нас с вами будет неплохой такой плацдарм. Ну и, в общем-то, вот такой мирный договор нам с вами удалось реализовать. Мы воевали неплохо и, на мой взгляд, территории получили вполне себе достаточно. В начале 41-го года мы начинаем войну с Третьим Рейхом. Нам приходится выйти из их альянса. И именно Советским Союзом нам предстоит одолеть фашистскую гидру. Еще непосредственно на территории Франции нам удается перемолоть довольно-таки обширные силы оккупантов, среди которых имеется даже тяжелая техника. А уже в феврале 42-го года мы начинаем комплексную операцию по объединению фронта. Ведь Италия присоединяется к противостоянию против фюрера. Стремительно разворачиваются все новые и новые ударные дивизии. Ну и про домашние территории Бразилия, как вы понимаете, тоже не забывает. На начало сентября 42-го года нам остается самое сложное – организовать грамотный прорыв на север. По идее, тех подразделений, что расквартированы на данный момент Бразилия, должно быть достаточно для того, чтобы на автоплане прорвать противника. Поэтому пока что мы с вами можем сосредоточиться на фронте с Германией. Она в свою очередь потеряла уже более 6 миллионов бойцов. И это вообще никоим образом не мешает ей держать линию фронта. Теперь к хорошим новостям. Нам наконец-таки удалось выйти на границу с Германией. Постараемся обойти линию вражеских укреплений с севера и будем надеяться на успех. А Германия здесь на данный момент не столь обширная и резервы расквартированы. Поэтому при желании мы бы могли попытаться пробиться к Дании. Где нам даже удалось немного покатлить, а наш с вами бронетанковый корпус стремительно пробивается к Гамбургу. К сожалению, понемногу линия фронта стабилизируется. Это значит, что самое время поработать по центральной части линии фронта. Благо здесь у нас с вами тоже всё относительно стабильно. И пожалуй, мы бы могли занять пару точек снабжения. Эх, если бы нам только удалось нивелировать превосходство противника в воздухе. Всё могло бы очень круто измениться в нашу пользу. Врум-врум и наши танки начинают делать бразильский дрифт во Франкфурте. Получается, контролируем ещё один крупный центр снабжения. Пытаемся пробиться к Штутгарту и стараемся запереть немцев на их собственной линии обороны. Наконец-то, друзья мои, мы с вами практически полностью объединили Америку. Да здравствует новое государство Америка Досул. Итак, комрады, после получения контроля над Цюрихом, мы вышли на довольно выгодные позиции. До Берлина уже рукой подойти, и бразильские змеи медленно расползаются по карте Европы. Наконец-то датские добби могут быть свободны от тирании. Бразильские змеи больно жалят, но не трогают невинных. Тем временем, на основной линии фронта Бразилию ждёт успех. Нам удаётся развернуть полномасштабное наступление, и Рейх более не может латать дыры в обороне. По состоянию на конец июля 1944 года, противник более не может оказывать нам хотя бы сколько-нибудь маломальски серьёзное сопротивление. Кстати говоря, стоит обратить внимание на бразильские танки. У них достаточно интересная модель, и это то, за что хочется похвалить парадоксов в данном дополнении. Я, конечно, не ярый любитель графония, но разные модели как-то разбавляют привычную рутину хвощика. Но вернёмся к нашей войне. Понемногу мы лишаем противника поддержки с воздуха, и всё новые и новые дивизии тают под огнём бразильских пулемётов. Так и хочется включить одноимённую песню группы «Сплин» и погрузиться в счастливые детские воспоминания, но, к сожалению, это несколько выбьет нас из повествования. Итак, ноябрь 44-го. Рейх теряет уже почти 10 миллионов солдат. Стоит заметить, что наши танки уже не столь эффективны, и им явно требуется переработка шаблона. Да и в целом Бразилия как-никак нуждается в определённой доле перевооружения. Конечно, численное преимущество сейчас чувствуется как никогда. Змеям остаётся совершить лишь последний рывок. Буквально несколько городов отделяют нас от победы. Увы, но в Праге нас ждёт довольно крепкая линия обороны, поэтому мы попытаемся сосредоточить истрия нашей атаки на северных рубежах неприятеля. Хватило ума у окаянования распустить чехословацкие крепости. Именно они становятся последним рубежом вражеской обороны. Увы, но лёд тронулся, и эту лавину уже ничто не остановит. В конце декабря 44-го года фюрер расстрелился в своём бункере. Бразилия объявляет о новой великой победе своего народа. Некогда зависимая колония Португалии, из которой выкачивали лишь кофе и ресурсы, смогла не просто стоять вровень с сильными мира сего, но и перевернуть игру. Как и многим великим державам, Бразилию требовались обширные колонии. И мы реализовали эти амбиции в Африке. А Советский Союз всё же смог основать что-то по типу Варшавского договора. Из последних сил мы врываемся в Колумбию, и надеемся, что Таня будет искать помощи у наших бывших советских товарищей. Собственно, с Колумбией получилось довольно просто, мы даже не ожидали, что у нас здесь будет всё более-менее нормально со снабжением, и наши войска будут так успешно прорываться. Ну, собственно, вот и первая ачивка, ради которой мы с вами сюда сегодня пришли. Так что да, теперь у меня есть две одинаковых ачивки. Вот она история, делает очередной виток, и подобно Ураборосу пожирает свой собственный хвост. Ну, а Колумбия переходит под наш полный контроль. Теперь нам с вами остаётся только разобраться с Португалией. Лутаем ещё немного палитки через фоксы, которые у нас остались, и вуаля, Португалия становится частью чего-то более великого. Наконец-то мы дома, а мне было чертовски приятно играть в эту компанию. Спасибо всем, кто смотрел, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, 500 луксов, и мы с вами тут же выпускаем новое видео. На этот раз оно будет посвящено новой, ещё не вышедшей игре от студии Парадокс Интерактив. Заинтересованы, что это будет? Милости просим в наш с вами Телеграм-канал. Уже по традиции всех обнял, до новых встреч, пока, ребята. Парадокс Интерактив